Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Квадрокоптеры и средства связи. Очередной гуманитарный груз отправился на линию фронта. Пятый автопробег. Ко дню госавтоинспекции состоялся ретропарад. В День семьи, любви и верности о парах, которые решили расписаться в День Петра и Февронии. Партнер выпуска ООО «Рязань Медтехника». Все средства реабилитации от лучших производителей в магазине «Медтехника» на Есенина 72, дробь 2. Инвалидные коляски, каталки, функциональные кровати, ходунки, опоры под спину, кресла-туалеты, ступени с поручнем, сиденья для ванны, прикроватные столики, бескаркасные ванны, велоэргометры, костыли, трости, палки для скандинавской ходьбы, дыхательные тренажеры и многое другое. В магазине «Медтехника» на Есенина 72, дробь 2. Справа от выставочного центра АК. Телефон 51-10-15. 51-10-15. Возможно, доставка оборудования под заказ. Очередной гуманитарный груз передали парням на передовую. Как обычно, сформирован он по запросам бойцов и содержит все необходимое. Что именно, расскажем далее в сюжете. Таких коробок несколько десятков. В них все необходимое для бойцов. Там, на фронте. Этот гуманитарный груз передали 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку. Мы не первый год помогаем фронту, помогаем нашим военным. В очередной раз мы собрали определенные подарки, можно так сказать. То есть это медикаменты, это спецоборудование, а также средства разведки. Спецоборудование, о котором идет речь, это так необходимые бойцам квадрокоптеры для ведения разведки, а также средства связи. Гуманитарную помощь собирали совместно представители энергосботовой компании и Рязанской городской думы. Мы отправляем сейчас и кроме медикаментов, которые были востребованы по списку, то, что нам передает список определенный. Мы еще передаем перевязочный материал, дессредства, лангеты, какие-то медицинские приспособления для того, чтобы облегчить труд как медицинских сотрудников, так и облегчить участие тех, кто раненый, кто получил ранение. В самом 137-м полку гуманитарка надолго не задержится. Груз практически сразу передадут ребятам на фронт. Вся необходимая помощь в кратчайшие сроки будет доставлена бойцам, которые находятся на передовой, чтобы они выполняли свои поставленные задачи с наибольшим качеством. Большое спасибо, хотим сказать, за оказание помощи. Илья Шишкин, директор ООО «Эргмэк» рассказал, что гуманитарная помощь бойцам полка оказывается регулярно. В этом году это уже шестая. Предметы для гуманитарки формируются также по запросам бойцов, но часто с дополнениями. Так, недавно парням передали автомобиль «Газель» и останавливаться, говорят, не планируют. Следующая заявка от бойцов вот-вот прибудет. В городе Сасово Рязанской области проходит 27-й Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору Александру Петровичу Аверкину. В мероприятии принял участие помощник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Юрий Котов. Также фестиваль посетили губернатор Рязанской области Павел Малков, деятели культуры и искусства, представители творческих коллективов со всей страны. Александр Петрович Аверкин автор многих популярных произведений. Песни «На побывку едет молодой моряк», «Моя страна», «Ты меня не любишь, не жалеешь» на стихи Сергея Есенина. И многие другие произведения стали народными и вошли в золотой музыкальный фонд нашей страны. Не первый год участия в фестивале принимает академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. Отметишь ли на днях 51-ю годовщину со дня образования? В фестивале известного коллектива немало произведений Александра Аверкина. Его добрые душевные песни, наполненные глубоким смыслом, возрождаются для новых поколений. Благодаря творчеству Александра Петровича Аверкина мы вновь обращаемся к нашим корням, к всему тому, что составляет богатство земли русской и народа. Город Сасово не случайно выбран местом проведения фестиваля. Сасово не только малая родина Аверкина, но и многих известных людей, чьи имена стали гордостью нашего Отечества. Здесь родились руководители Одесского подполья в годы Великой Отечественной войны Владимир Молодцов, конструктор-оруженник Николай Макаров, 18 героев Советского Союза, проявивших мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Современные жители города Сасово переняли традицию и продолжают защищать Отечество в нынешних условиях. Официально День сотрудников Госавтоинспекции отмечают в России 3 июля. Традиционно к празднику проводится парад и выставка ретро-транспорта. В этом году это был юбилейный пятый автопробег с участием почти 30 единиц техники. Становись, равняясь, смирно приказываю заступить на охрану общественного порядка и безопасность дорожных движений на территории города Рязани. Вольно, по машинам. В этот день, 6 июля, на дежурство заступают не современные хавалы, а автомобили 60-х и 70-х годов. Здесь же машины ГАЗ 43-го года с табличкой «Милиция». Почти 30 единиц ретро-техники выдвинулись на городское дежурство. Первая остановка – стационарный пост ДПС «Дягилевский». А на посту старая техника, можно сказать, получила вторую жизнь. Из еще милицейских «Жигулей» достали раритетный, но работающий радар «Барьер М2» для измерения скорости автомобилей. Радар показал вполне допустимый 35 км в час. В день автопробега никто правила дорожного движения нарушать не решился. Да и нарушителей в этот день не выявили. Наоборот, водители восторженно гудели в клаксоны, проезжая мимо ретро-техники. Участники парада тоже задерживаться не стали. Отправились к главной точке пробега – площади Театральной. Зрители пришли заранее, еще до прибытия техники. А с первыми «Волгами» и «Жигулями» выстроились вокруг них, чтобы расспросить водителей. Точкой притяжения номер один стал «Вилли» с 43-го года с установленными на него пулеметом. Восстановил такую технику Антон Ковшинов из Московской области. Говорит, когда машину приобрел, пришлось ее кардинально переделывать. Восстанавливал такой «Виллис» практически в одиночку после работы. Иногда помогали друзья. Лобовое стекло здесь оригинальное, американское. Да и пулемет, можно сказать, закаленный в боях. Его нашли в одной из экспедиций под Ржевом. Поставили новый приклад, сделали так, чтобы оружие не стреляло и установили на авто. Рация рабочая 60-х годов. При желании можно переговариваться с другой машиной, на которой она тоже установлена. ГАЗ-67. Это мой автомобиль ГАЗ-67. Он с конца 43-го года, ну, по его номеру. Я смотрел архивы. Эта машина воевала. Антон Ковшинов привез на ретро-пробег два автомобиля. Первый из них «Виллис» ему помог приобрести Василий Скиба. Можно сказать, родоначальник таких автопробегов. Мы его про себя Вася зовем, хотя человек очень почетный, уважаемый нами всеми коллекционер, до которого лично мне там вряд ли надо достичь того, что у него получилось. Но человек, который отражает все вот эти эпохи, которые мы знаем, и ему удалось сохранить вот этот дух и коллекционирования, и честного несения службы, и быть на всех значимых участках работы. Кстати, полуторка, на которой и размещен баннер, участвовала в самом первом автопробеге 1986 года, к 50-летию ГАИ. Теперь же автопарк техники значительно расширился – от «Виллис» в военных годах до современного «Ауруса». А география участников – Москва и область, Санкт-Петербург, Рязань, Воронеж, Ижевск, Тамбов и Комсомольск-на-Амуре. В следующем же году обещают автопарк расширить еще больше. Традиционно 8 июля отмечают День Семьи, Любви и Верности. Эта дата приурочена к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Молодожены в этот день стараются официально узаконить свои отношения. Это считается хорошей приметой. О таких парах – далее в сюжете. История любви Ольги и Руслана – нередкость в современном мире. Их знакомство произошло в соцсети. Через время встретились в реальной жизни. Но после прогулки не восприняли друг друга всерьез. Время шло. Общение становилось все больше. И вот они вместе два с половиной года. А сегодня официально регистрируют свой брак. Дата практически сама их выбрала. В декабре я сделал предложение. В январе мы решили подать заявление в ЗАГС. Зашли через сайт. Начали смотреть, какие даты. И совершенно случайно выпала дата. Одно время было на эту дату. Я думаю, Оль, давай так. Тем более очень символично. Год семьи. И в день семьи. Школа. У всех это слово вызывает разные чувства. У Олеси и Дениса она явно ассоциируется с любовью. Они познакомились, когда она училась в 10-м классе. Он же был на год младше. Так случилось, что гуляли в общей компании. И простые встречи приросли в нечто большее. Теперь они семья. И день семьи, любви и верности для них не просто дата в календаре. Для нас это самый главный, наверное, теперь день в жизни. День, который мы каждый год будем отмечать теперь. Знаменательная дата для нас теперь. Ценность дня семьи, любви и верности и то, как провести этот день, каждый определяет для себя сам. Одни не придают значения, и для них это просто будний день. Другие же встречают его со своей семьей. А кто-то именно сегодня вступает в главный союз своей жизни. Так, по сообщениям СМИ, в этом году в Рязанском ЗАГСе расписалась 21 пара. Возможно, именно они в будущем получат медаль за любовь и верность. Это семейный праздник, который надо отмечать, желательно отмечать со своими родными. Очень такой светлый праздник, я хочу сказать. Мне кажется, самый светлый. Анастасия Арм, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На площадке торгового городка отметили День семьи, любви и верности. Восемь пар зарегистрировали брак в торжественной обстановке. Прямо здесь, на Рязанском ВДНК. Притом все разных возрастов. Праздник семьи, любви и верности – популярная дата для официальной регистрации брака. Молодожены верят, святые Петр и Феврония обязательно сберегут такой союз на долгие годы. Ведь День памяти двух влюбленных святых и послужил поводом для создания праздника семьи, любви и верности. Священный союз Петра и Февронии считается эталоном истинной безусловной любви, к которой стремится каждый, вступая в брак. Сегодня торговый городок стал одной из площадок для празднования. На мероприятии восемь лизанских пар официально скрепили свой союз в торжественной обстановке. Мы признаем этот праздник в семье, всегда его отмечаем. Это наш семейный, так сказать, праздник. И в этот день, как один из обучих, собирать ромашки. Поэтому, собственно, мы с букетом ромашек. Вместе год. Ну, наверное, давно было пора жениться, потому что семья – это важно. Мы вместе три года, и за эти три года мы прошли очень много трудностей, и решили скрепить наш союз хотя бы 8-го числа и 8-го июля в этот день, чтобы присоединить удачу в нашу семью. На праздники также наградили рязанские семьи, которые в браке более 50 лет. Им вручили медали за любовь и верность. Сегодня в торговом городке и те, кто пришел поздравить молодые пары, и семьи, где уже отпраздновали изумрудную свадьбу. Наша съемочная группа выяснила у гостей мероприятие, какими качествами должен обладать крепкий союз. Прежде всего, уважение в семье друг к другу, уступать друг к другу, любить, ценить, уважать. Это самое главное качество в семье. Любовь, я считаю, прежде всего любовь. Да, и верность, иначе просто не проживешь долго вместе. Взаимопонимание, ну и общие интересы. Уметь прощать, жить в согласии, уступать. Взаимопонимание, уважать интересы друг к другу. Ну и любовь в первую очередь. День семьи, любви и верности широко празднуют в нашем регионе с 2008 года. За 16 лет медалью за любовь и верность награждены 960 супружеских пар. В этом году награду вручили еще 70 семейным парам. А сам праздник отметили во всех районах области. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. И семья сегодня находится в центре внимания государства. Так, социальный фонд реализует больше 40 различных мер соцподдержки для семей с детьми и беременных женщин. Эти услуги предоставляются с момента беременности мамы и до достижения ребенком 17 лет, а в некоторых случаях до достижения ребенком возраста 23 лет. У Александра и Татьяны штат Новых трое детей. Старший, 7-летний Вадим, уже ходит на танцы и пение. Вике, средний, 4-годика, тоже занимается танцами и пением. А младшей Насте 3 года, пока она не ходит никуда. На вопрос, в чем секрет семейного счастья, отвечают просто. Прежде всего, в любви, конечно же, взаимопонимании, взаимоуважении. Без этого никак. Семья Александра и Татьяны получила награду от регионального отделения соцфонда за сохранение семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Помимо семьи штат Новых, в преддверии праздника награду получила семья Оршиновых. В соцфонде напомнили о мерах поддержки для семей после рождения ребенка. После рождения ребенка семья может продолжить получать единое пособие, вплоть до достижения ребенком 17 лет. Размер ежемесячной финансовой поддержки в таком случае сейчас составляет от 6 до 13 тысяч. Всего с января социальный фонд выплачивает единое пособие родителям 43 тысяч детей. Многодетным семьям еще раз напомнили о выплатах, которые государство предоставляет с момента беременности до достижения ребенком совершеннолетия. Это и пособие по беременности и родам, единое пособие для семей с невысоким доходом, материнские капиталы и многое-многое другое. Узнать про эти выплаты и оформить большинство из них можно дистанционно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентской службе социального фонда или МФЦ. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова